Клещевая энцефалита Клещевой энцефалит – это вирусное тяжёлое заболевание, которое поражает центральную периферическую нервную систему. Это поражение серого вещества головного мозга или оболочек спинного и головного мозга. Это тяжёлая неврологическая патология, которая может дать свои отдалённые последствия. То есть человек может остаться инвалидом. Инкубационный период клещевого энцефалита длится в среднем 7-10 дней. Отмечается скоропереходящая слабость в конечностях, а не менее кожи лица и шеи. Болезнь часто начинается остро – со зноба и повышения температуры тела до 38-40 градусов. Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушение сна. При обнаружении симптомов клещевого энцефалита больной должен быть срочно помещён в инфекционную больницу для проведения интенсивного лечения. Когда мы идём гулять в лес, на речку, в любые места, где есть деревья, кустарники, нужно, во-первых, правильно одеваться. Это должна быть закрытая одежда, руки должны быть закрыты до кистей, длинные штаны заправлены в кроссовки или в сапоги, и желательно шея тоже, чтобы была закрыта. Когда вы пришли уже домой с прогулки, эти вещи желательно потрусить, постирать в горячую воду. И обязательно осмотр тела, себя и своих близких, с кем вы были, особенно детей, потому что дети более активные. Если вы обнаружили на себе клеща, необходимо немедленно обратиться к врачу. Удаление клеща должно проводиться в хирургическом кабинете или в травматологическом пункте медицинского учреждения. В идеале это его поместить в какую-либо стеклянную пластмассовую коробочку, закрыть, положить в холодильник, и на следующий день или в тот же день тестили в лабораторию, где уже определяют, есть ли вирус в крови у этого клеща. Что-то определенные клещи вызывают, а не переносчики вируса клещевого энцефалита. Профилактика – это вакцинация. Вакцинация, если люди живут в очаге, то есть это эндемический очаг, там 100% такие клещи. И делается вакцинация, они вводятся в три раза, первые две вакцинации с интервалом в неделю, а третья вакцинация уже идет попозже. Но если человек в командировку едет в эндемический очаг, ему делается вакцинация в более быстром режиме, там идут две вакцины, тоже с определенным интервалом. Многие уверены, что для того, чтобы встретиться с клещом, нужно оказаться в глубокой лесной чаще. Но это не так. Вероятность столкновения с клещами есть даже в городских парках. Как правило, они живут в траве или на нижних ветках кустов. Как только мимо проходит человек, они цепляются за одежду и находят подходящее место для укуса. Обычно клещи избирают нежные участки, локтевые и коленные сгибы, шею, область за ушами и затылок.